Я вам расскажу про других обитателей города. По данным орнитологов, в Москве обитает около 500 тысяч голубей и 100 тысяч ворон. Но лишь немногие знают, что практически никто из них не летает над Кремлем. До 80-х годов прошлого века нашествие пернатых было серьезной проблемой. Над Кремлем их летало такое количество, что портился внешний вид золотых куполов. Их приходилось ежегодно ремонтировать и тратить на это огромные деньги. Так продолжалось до тех пор, пока не появилась идея создания специальной службы — эскадрильи ястребов и сов. Таким образом, проблема была решена. Из-за соображений безопасности мне не разрешили снимать ястребиное подразделение Кремля. Поэтому я решил отправиться в гости к совам. В Москве посмотреть на них можно в совиных домах. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в совиный дом. Совиный дом — заведение формата антикафе. Это означает, что посетители платят за время, проведенное здесь, но взамен получают чай, кофе, сладости в неограниченном количестве, а также возможность пообщаться с птицами. У нас есть 13 сов, 4 разных видов. В России вообще не было подобного формата. Увидели такой формат в Японии именно с совами наш руководитель и решил воплотить это у нас. Но у них совы были привязаны, а у нас совы в свободном полете. Они не агрессивные, не атакуют? Нет, у нас совы в третьем поколении выращены людьми. Они привыкшие и любят людей. Для чего нужен такой антикафе? Совы не столько изученные птицы, потому что они живут все-таки в лесах и ночью. Много существует мифов о совах, и мы их развеиваем. Поэтому это больше изучение, так сказать, пополнение своих знаний. Да, оказывается, совы не так умны, как мы думаем. В списке самых глупых птиц они занимают третье место после страусов и куропаток. Представляете? Это наш вид обыкновенная неясырь. Его зовут имбирь. У нас и по характеру самый настоящий имбирный пряничек. Да, имбирь? Это у нас ушастые уже совы. Называются так благодаря своим перьевым ушкам на голове. И используют они их исключительно для маскировки. Настоящие совиные ушки у них уже спрятаны. Располагаются они у них не обычно, а асимметрично. То есть одно ушко будет выше другого. Они правым все что наверху услышат, левым все что внизу. Когда совушка вот так вот перцет головой, она прислушивается и с точностью определяет положение жертвы. Похоже, ей понравилось наше оборудование. Существует еще один миф о том, что совы не видят при дневном свете. На самом деле все обстоит иначе. Чтобы видеть в темноте, им необходим источник света. Их глаза, как и у кошек, отражают свет. Однако в темноте они видят в 10 раз лучше, чем представители кошачьих. Это у нас сипуха. Они относятся у нас к отряду совообразных. Их как раз таки называют у нас еще не настоящими совами. Как можно заметить, они многим отличаются от обычной настоящей совы. Сам лицевой диск у них в форме сердечка ярко выражен, черные глазки, более вытянутый, крючковатый клювик. А теперь пойдемте дальше. Это кафе – настоящая живая энциклопедия. Помимо обычных сов, здесь есть сычи, белые совы и даже огромный филин, который является гордостью заведения. Он занесен в Красную книгу, и чтобы привезти его сюда, владельцам пришлось пройти множество проверок и подготовить под него помещение. А пока мы здесь, пришло время обеда. Сначала вам нужно будет надеть руку, вот эту кожаную перчатку. Руку нужно будет держать ребром, так совушка сюда прилетит. Совы в дикой природе питаются мышами и благодаря своему острому слуху могут определить местонахождение добычи точнее любого радара. Однако воспринимают они только низкие и высокие частоты. Наш голос находится в середине этого диапазона и совам совершенно неинтересен.